Дорогие соотечественники, начался Новый год. И тут же хочется сказать, как сказано в Библии, чудны дела Твои, Господи. А дела на самом деле чудны по той простой причине, что обещанное нам процветание и благоденствие после подписания знаменитого соглашения с Евросоюзом, знаменитого в кавычках, обернулось тем, что волна экспорта, о которой много и долго говорили, а также волна инвестиций, не имеет места быть. И какова же реальная в цифрах и фактах эта самая волна, эта самая надежда, расскажет нам сегодня наш давнешний знакомый и всегда желательный гость, доктор экономических наук Михаил Пойсик. – Приветствую. – Миш, ты меня… Извини, мы старые знакомые, так и будем обращаться. Ты меня как-то поразил. Я сидел в бутученах и писал доклад для одной всемирной конференции Конгресса, и тут заслушался, ты по радио рассказывал, что, оказывается, там мясом мы одну свиную ляжку за эти 9 месяцев поставили, пол барана, если взять. То есть ты назвал, как там где-то 30 десятков яичек, что-то такое. Я был просто в шоке. Я сказал, срочно надо его звать в студию, чтобы знать, что происходит. Расскажи, пожалуйста, это какая-то была у тебя новогодняя шутка или ты в порядке, как обычно люди, когда шутят, они гиперболом или тотом прибегают. Ну, это что, на самом деле такой великий поток экспорта в Евросоюз? Перед тем, как на экспорт, я хотел бы, чтобы мы остановились на трех уровнях проблем. Сначала цифры, вот еще раз подтверди их. Я их назову, я их назову. Я просто хочу сказать, что мы как бы обернемся, чтобы построить передачу от трех уровнях предметов. То есть что мы имеем сегодня, что мы можем иметь на ближайшие 5 лет и какая у нас база заложена на ближайшие 20 лет. Я, значит, в данном случае слышу, как публицист-журналист хотел завернуть, ты как ученый. Но так как мы оба ученые, я преклоняю шляпу и соглашаюсь. Да. Значит, теперь вот представьте себе ситуацию, что у вас есть сосед или знакомый, у которого есть виноградники белые и красные виноградники. Примерно не пополам. И вот в результате того, что он их не опрыскивал, не обрабатывал и так далее, белые виноградники у него сгорели. И он, имея теперь белого винограда, в три раза меньше, чем имел раньше. А красный осталось столько же. И теперь он всем ходит и хвастается, говорит, смотрите, у меня теперь какой большой удельный вес красного винограда я собираю. В три раза больше. Понятно, да. Вот примерно та же ситуация у нас получилась с экспортом в Евросоюз, чтобы было понятно. То есть мы экспорт в России сократили в три раза, а в Евросоюз осталось на том же уровне. Значит, по отношению к России наш экспорт возрос. Да, да, да. И это все время как бы этим бравирует. Можно выходить на политическую трибуну, бить себя в крути, сказать, что... Удельный вес, проценты, видите, какие большие... Евроинтеграция идет немыслимыми. То есть Великобритания уходит, другие... А вот мы, Молдова, растем. И если помните, где-то чуть больше год назад здесь была европейская миссия, которая прорабатывала вопрос, и нам обещали, что теперь у нас продукция животноводства будет прямо улетать из Молдовы. Вот пока нет годовых итогов, но есть итоги 9 месяцев, по животновозу, да. Так вот, говядины мы ни одного килограмма не отгрузили в Евросоюз. Свинины мы отгрузили 28 килограмм 460 грамм. Сколько, сколько? 28 килограмм 460 грамм. Это так, просто официальная статистика говорит. Значит, баранины 12 килограмм 660 грамм. Ну, это половину баранчика, да? Да, да, на барана не тянет, да. Масса сливочного 10 килограмм. Ой-ой-ой. Сыров различных 17 килограмм. И яиц 360 штук. То есть, одна коробка. Грубо говоря, даже на хорошую молдавскую свадьбу не потянет. Не-не-не, это такое на сабантовочек небольшой. Да, на кусочек. И я просто приведу по экспорту, как бы, такая значимая позиция у нас. Это яблоки. Мы яблочная, как бы, страна. И всегда много. Когда-то весь Советский Союз. Да, кушал наши яблоки. И они действительно, яблоки по ароналептическим свойствам, по вкусам, она замечательная. Не сравнить, например, с польскими или с другими. Так вот, мы отгрузили 55,7 тонны всего. Это к общему. В вагончиках это сколько? Даже не полный, 60 тонн. Значит, 55,7 тонны. Это если всего сокращенного в нашу экспорту яблок, да, это 0,06%. Даже на 0,1% они тяли. 0,06%. Браво. Вот, как бы, результат. Евро-Антиградзо идет. Да, то есть, в нашей статье какие, как бы, наиболее такие значимые, это пшеница, кукуруза, подсолнечник, орехи, там немного меда. То есть, примитивное сырье будет. Скажем, да, это сельскохозяйственное сырье. Примитивное. Необработанная продукция. И если говорить о переработанной продукции, у нас основных 4 позиции. Это вино, это сахар, это констеринсохи, подсолнечное масло. И вот я для сравнения, для сравнения, чтобы было понятно, когда мы говорим, что у нас вино, так далее, так далее, мы отгрузили вот за 9 месяцев чуть-чуть больше 25 миллионов долларов вина. Да? Так. Да. При этом отгрузили, значит, я специально выписал, у нас, мы делаем кабель, вы знаете, этот нам присылает зеленый, образно говоря, и красный кабель, и мы делаем комплект проводки. Так. Значит. Цифра упрямая, да? Да, 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 да. Мы отгрузили где-то порядка 160 миллионов. Значит, вот возникает теперь вопрос. 160 миллионов это кабеля, где вклад, заработная плата, услуг и так далее, и вино. Вот как бы, то есть у нас сегодня половина продукции, почти то, что мы отправляем в Евросоюз, это продукция издавательского сырья. То есть это швейка, трикотаж, облако, галантерея и вот этот кабель. Вот в этом проблема, то есть нас превратили как бы в такую сырьевой придаток. То есть мир, в принципе, делится на три категории. Есть страны, которые двигают науку и делают научные открытия, патенты. Технологии. Это при все Америке, потом за них идет Англия. Наука и технологии. Да, значит, это Америка, это Англия, это Германия и ряд других стран. Япония. Япония, Россия пытается к этому потянуться. Второй уровень, это технологии. А, чисто технологии. Скажем, внедрение вот этих революционных технологий в обычную практику. Да, да, да. Значит, и третья странная мера. Вот то, что мы, то есть либо мы у нас отдаем наиболее квалифицированных, подготовленных людей, инициативных, отдаем страны первого и второго уровня. Они уходят. Да, а мы производим примитивное сырье. Вот это наше место в мировой экономике. Да, на сегодняшний день, если будем продолжать идти тем путем, к которому мы и шли. Теперь второй момент. Это мы говорим то, что мы имеем на сегодняшний день. Второй уровень, который я обещал, значит, это инвестиции. Вот то, что мы сегодня вкладываем в инвестиции, да, значит, это определяет ближайшие наши пять лет. То есть, если мы вложили инвестиции, это будут построены заводы, созданы какие-то мощности, они будут какое-то время освоены, и мы начнем производить какую-то продукцию и так далее. То есть, не проедать, а закладывать в экономику. Так вот, что у нас произошло. Если говорить о инвестициях в материальные активы, в основные материальные активы, да, то они, по сравнению с нынешней властью, да, как 2008 год, оттолкнемся, по отношению к 2015 году, я называю 2015, они сократились на четверть. И за 9 месяцев прошлого года сократились еще на 18%. Здесь я смотрю, чтобы... Конечно, неважно. Да, да, да. Не будем занудами. Нам главное обрисовать картину. Да, то есть, поди. Теперь есть такие инвестиции, прямые иностранные инвестиции во внутреннюю экономику, то есть, иностранцы. Так, то есть, сколько денег пришло извне? Да, извне. Значит... И на что пошли? В 2008 году 711, в 2015 184, то есть, это почти в 4 раза меньше. Резкий облом? Да. И в этом году за 9 месяцев минус 41%. То есть? То есть, понятно, то есть, где же наше будущее? То есть, скажем так, из обещанного потока инвестиций, там каких-то... Ну, мы получаем... У нас получается маленький ручеечек, который все время усыхает и усыхает. Да, да. В этом проблема. В чем причина? Тут хвалились, что наш рейтинг подняли, там, и все такое. Нет, нет. Ну, Transparency International, которая... Объясни, почему рейтинг поднят при таком... Нет, нет, нет. Есть масса рейтингов, какой-то показатель отдельный вырастает, какой-то падает. Но, в целом, если говорить по уровню восприятия коррупции, Transparency International, это... Это понятно. Да, да. У нас было... Вот есть отчет у них последний, 12-16 год, да? У нас было 94-е место, сейчас 103-е. Миша, как и билетик, я тебе скажу, очень непонятная обратная связь. Уровень транспарентности растет, а инвестиции... Нет, не транспарентность, это воспринимательность коррупции растет. Так, подожди. Любой человек знает, что первое, что характеризует плохое состояние борьбы с коррупцией, это нетранспарентность. Следовательно, раз транспарентность, они заявляют, что растет, а что ж... Я приведу пример. Нет, подожди, стой. Эти же ребята, которые подняли нам рейтинг в этом отношении, они претендуют на то, что они мировые лидеры в этой области. Попробуй объясни мне, из чего они исходят. Нет, мы давайте с конкретных примеров. Давай. Вот у нас Кишиневская премьерия до 2013 года публиковала отчеты, бухгалтерские балансы по муниципальным предприятиям. 2014 года она не публикует. Когда я обратился к Грозаву, к Нистеру Грозаву, он сказал, что все, что ты должен знать, это есть... Его помощник мне так разъяснил через него. Значит, все, что ты должен знать, есть в докладе Киртоки. Там на пять страничек, что все у нас замечательно. Все. А почему нам подняли рейтинг тогда? Второй вопрос. А я не знаю. Давай об этом и поговорим. Второй пример я приведу. Мы уже 1 сентября ассоциированы с членами Евросоюза, фактически. Так же, да? Ну да. Тем не менее, когда вы откроете платежный баланс Национального банка, там есть всего по Молдове, наши отношения как бы платежи идут. Есть СНГ, а ЕС нету. Как, как? А ЕС нету, до сих пор. ЕС нету. Там есть несколько, там отдельно есть Румыния. А что ж мы тогда за ассоциированные членами? Так вот, вот вам транспарентность. Понятно, да? Вот в чем проблема. То есть, я понял так, ты как деликатный человек, ученый, никого обвинять не хочешь, но факты кричат сами за себя. Конечно. Что оценка данная нам очень сомнительна с научной точки зрения. Нет, нет, там есть много показателей, они отдельные показатели вы держите. Много мне бери, ты меня по сути. Значит, нас фактически надувают, как некий пузырь, опять история успеха. Мы это уже проходили. Ну вот как с этим миллиардом. Его украли, известно кто украл, сколько, чего. Но один человек... Слушай, смотри, какая хохма. У нас крадут миллиард, а уровень доверия к нам растет. Нет, я говорю, ни одного человека, который соучастник или подельник этого дела, до сих пор не привлекли. То есть привлекает к ответственным лиц по другим делам. Правильно, неправильно, вторая сторона вопроса. Но лично у меня сложилось впечатление, что убирает именно тех, кто мешает этим воровать. Основным. Правильно. Следовательно, мы делаем вывод, что это контора, которая устанавливает, как бы, вот этот наш рейтинг доверия к нам, что у нас борьба коррупции. Или там сидят ребята некомпетентные, или у парней какие-то политические мотивы. И я другого не вижу. Ты же знаешь сам, либо глупость, либо большая хитрость. И теперь я бы обратился бы теперь о далекой перспективе, какую мы базу заложили. Базу мы закладываем в следующую. У нас пик вообще рождаемости был в 83-87 году. Вот так мы подошли, как бы это. Мы рождали на тысячу жителей 216 детей в год. Вполне прилично. Да, это нормальный показатель. И тогда у нас был коэффициент старения населения 1,7. Я объясню, что это количество лиц старше 60 лет к общему количеству населения. 1,7. То есть, Миша, при правлении жестоких оккупантов, тиранов и так далее, народ плодился, как бы, и размножался, как побеги. Да, да, да. Ну, а пришли теперь правильные парни. Правильно, правильно. Значит, сегодня мы имеем на уровне 100 коэффициент старения 16,7, то есть, в полтора раза выше. Что, объясни нашим дорогим телезрителям, что такое коэффициент старения? Я еще раз повторяю, значит, это количество лиц старше 60 лет к общему количеству населения. 16,7. То есть, доля стариков, грубо говоря, растет. И она идет вот так, вот такой пик пошел. А творческие ребята, их количество падает. Ты же сам говорил, они вымываются в этих странах. Ну, я говорил о том, что сегодня, если говорить о активном населении до 45 лет, оно за последние где-то лет 16, 17, вот так вот примерно, потому что с того времени начали, с 98-го начали вести учет, сократилось в два раза. Опа, катастрофа. Да, и поэтому вот то повышение возрастного ценза выхода на пенсию, оно, в принципе, высвобождает где-то примерно треть пенсионеров. То есть, они не будут получать пенсию. Но эта треть пенсионеров, по сути дела, идет за счет старения населения, то, что я говорил, эти цифры. То есть, она, по сути дела, сохранит ту нестабильную ситуацию, когда государственный бюджет доплачивает пенсионный фонд примерно на треть. Вот, чтобы была как бы ситуация. Ясно. Но я бы здесь обратил внимание на один очень принципиальный момент. То есть, помимо старения населения, помимо смены рождаемости, у нас появилась определенная прослойка детей, будем говорить, малышей. Это то, что будущее, я сказал, что на 20 лет вперед. Которое просто не учится. Многие говорят, как это, не может быть такого быть. Как ни парадоксально, да. То есть, во времена оккупантов и диктаторов, так называемых, обязаны были и бедные были те родители, у которых дети не учились. И директор школы, которых в его районе не учили. А тут, оказывается, демократия и прогресс. И вот, что мы имеем. Аналфабетизм. Да. Вот я, во-первых, ну, можно сказать, что часть, например, детей уезжает вместе с родителями. Ну, это очень незначительно, надо понимать. Но главный здесь момент заключается в том, что вот на такой исторический период, мы берем 2008-2009 год и 2016-2017 учебный год. Вот смотрите. У нас было школьников. Ну, это лицеи, гимназии, школы. 434 тысячи, 332. То есть, грубо говоря, полмиллиона школьников. В 400... 34-332. Полмиллиона лета. Четверть школьников сократилось за 8 лет. Дальше. Так. В профтехучилище ходило 24,3 тысячи, 17,2, минус 29,2%. Почти 30%. А теперь давай еще раз посчитаем. Здесь берем около было полумиллиона. Сейчас, сейчас, сейчас. И сейчас во сколько сократилось? Сейчас мы говорим, чисто школьников сократилось на четверть. Так. На четверть, да? Есть. Значит, ПТУ мы сказали на 30% почти, да? Кошмар. Значит, колледжи 32,7, 17,2. Это 47,9%. Почему в два раза? В два раза. Это всего за 8 лет, чтобы было понятно, да? Это, считай, что в эти 8 лет входит... То есть, это не только падение рождаемости. Стоп. Не забывай, эти 8 лет, это правление евроинтеграда. А я же почему это и говорю? Я же почему отчитываю 8 лет? Борцов за свободу, демократию и другие ценности. И в ВУЗы было 114,9, 74,7, минус 35%. Вот как бы этот. Теперь вот то, что мы говорим, что не ходят в школу. Есть официальная статистика, которая говорит, что есть дети, вот возраст 7-10 лет, да, соответствующей группой, и есть учащиеся, которые ходят, учатся, да? Вот у нас по состоянию на 2016-2017 год, у нас детей было 150-2 тысячи человек, а учатся только 137. То есть, минус 9%. То есть, грубо говоря, каждый десятый ребенок этого возраста вне системы образования. Да, вне системы. То есть, кто-то, конечно, уехал за рубеж с родителями. Это понятно. Но не может же быть, чтобы каждый десятый, да? Теперь 11-15 лет, 185,2 тысячи и 155,7, то есть, минус уже 16%. То есть, растет? Да. И возраст 16-19 лет, 169,7 тысячи и 35,1, то есть, всего 20,7%. То есть, каждый пятый только ходит в старшие классы. То есть, в старших классах каждый пятый не посещает эти классы, не учится? Нет, 4, 4 из 5 не посещают. Не понял, что оно повторяет эти церкви? Это очень интересно. От 17 до 19 лет? 169,7, 169,7, это детей, официально по статистике. Которые есть. Да, а которые ходят в школы, колледжи, извиняюсь, в школы, лицеи, гимназии, 35,1. Ну, фактически, это лицеи. Так я говорю, 20... Так это же кошмар мой. Каждый пятый, я же говорю. Только каждый пятый учится в старших классах. То есть, тут как раз пятый, это тот, кто только и учится. А остальные... А остальные предоставлены все. Это получается, что четыре пятых отсутствуют в этом сегменте от 17 до 19 лет, не сидят за партами, за компьютерами, а занимаются непонятно чем. Неизвестно чем, да. И здесь проблема заключается... А ведь это очень активный возраст. Конечно, отсюда бандитизм, наркотики. О, наркомании, да, да. Вот в чем проблема. Конечно, здесь есть вопросы, связанные с подвозом школы. По селам, если сравнить город и деревня, селок там вообще ноль. Я уже просто не буду перегружать телезрителей цифрами. То есть, скажем так, мы наше молдавское село, о котором Юн Друца говорил, потеряем село и крестьянина, потеряем государство. То есть, здесь ситуация еще хуже. Все идет... То есть, вот это, говорю, то, что нас ждет через 20 лет. И это суровые факты, суровая статистика. Да. Вот, к сожалению, вот эта ситуация, ситуация... Причем, обратите внимание, демографы об этом говорят, они публикуют статьи в своих научных журналах, кто-то читает, как бы это... Но на уровень государственных проблем это не поднимается. В этом все проблема. И вот то, что мы сейчас... А от политиков мы много слышим разговоров на эту тему? Так, это вот... А Майя Санду, которая была у нас министром образования и закрывала интернаты, кто-то ей напомнил об этом? Во время ее кампании. Я даю вам абсолютно открытую статистику, которая есть. Это любой желающий, может войти на сайт статистика МД и прочесть эти цифры. Это все цифры не закрыты, они в открытом доступе. То есть, политики избегают этой темы, государственники за нее не берутся. И в результате... Ситуация идет по наклонной вниз. По наклонной, катастрофически. Мы заметили, от, так сказать, сегментов младших до старших, катастрофически идет вымывание системы образования. И возникает вопрос... Молодого поколения. Возникает вопрос, учитывая то, что вопреки всему и вся, все-таки у нас есть ребята, которые грамотные, которые получают хорошее образование, достойно. Потому что не только, что он ходит в ВУЗ, он занимается самообразованием. Но проблема заключается, что вот эти толковые ребята, они все уезжают. В этом проблема. И возникает вопрос. То есть, нас, по сути дела, опять же, подводят к сторонам третьего уровня. Для того, чтобы менять памперсы, либо вспахать, образно говоря, поле, хотя здесь надо знать трактор и кончить хотя бы ПТУ, будем так говорить, против училища, получить хоть такое образование. И я сомневаюсь, что человек, который получил 4 класса образования, он разберется в тракторе. Это достаточно сложная машина. Ну, кого-то найдут на то. А остальные САПы там, как бы, руками и так далее. Либо будет вот соединять красный провод с зеленым, либо где-то на машинке что-то строчить. То есть, получается, что мы деградируем... Интеллектуально. Интеллектуально, раз. Дальше. Эти молодые мозги вымываются из нашей экономики, из государственности, вообще из общества, два. И третье. Мы деградируем. Сейчас мы подходим к некому фону, похожий на отсталые страны Юго-Восточной Азии. Самые отсталые, я имею в виду. Хотя таковых сейчас там не так много. И особенно Африки. Можно так сказать? Что мы по нашему рейтингу, я имею в виду молодежь, нарастание интеллекта, нарастание вот этой новой базы, для того, чтобы вырваться куда-то вперед в более-менее технологические и развитые страны, то у нас эти шансы катастрофические падают. Они сведены к нулю уже. То есть, мы, по сути дела, где-то находимся на чертении возврата. А с уровнем коррупции у нас в Ура все обстоит хорошо, нам повысили рейтинг. Браво, ребята. Вот это главная проблема. То есть, это проблема нашего будущего. То есть, будущее, которое суть нашей дети, суть нашего молодого поколения, не видит пока места в родной стране. Конечно. И поэтому, если он получил более-менее достойное образование, он видит свое будущее только за границей. В этом проблема. И мы деградируем именно в том, что у нас не развивается... Вот давайте будем прямо говорить. Для того, чтобы готовить... Ты же работал в техническом университете. Значит, и знаешь, как можно подготовить машиностроителя по учебникам? Извини меня, без практической базы... Понятно, да? А у нас, по сути дела, машиностроительных предприятий не осталось. Сведено на нет. У нас вообще промышленность... Вот вдумайтесь. То есть, вот за 9 месяцев этого года, то есть, прошлого 16-го года, потому что опять-таки годовых данных нет, у нас объем промышленных производств сократился на 0,2%, а объем производимой продукции из давальского сырья вырос на 7. То есть, идет замена вот этой основной продукции. А в целом мы сегодня... То есть, мы не на своем сырье что-то делаем, а на давальском за счет дешевизны рабочего труда нашего? Проблема не в сырье, проблема в документации. То есть, раньше мы разрабатывали конструкцию... Я не об этом говорю, Миша. Я подчеркиваю, другой аспект проблемы. Обычно нормальная экономика как работает? Если у тебя есть зерно, если у тебя есть бокситы, есть нефть, газ, выгодно перерабатывать добавочную стоимость, добавленную, простите, стоимость, и уже это экспортировать, правильно? Да, как конечную продукцию. А у нас что получается? Мы как раз вот это вот все первичное за дешевку отдаем, не добавив к ней добавленной стоимости, да? А с другой стороны, на давальском же сырье, да, используя нашу дешевую, неквалифицированную рабсилу, что-то пытаемся делать с нашей экономикой. Это же не просто давальское сырье, нам дают документацию, и говорят, что вот здесь вот столько, это сделать так, то есть вся документация... Ведь раньше... То есть у нас конструктор уже не нужен. Конструктор и технолог не нужен. Тебе дали технологическую карту, тебе дали конструкторскую документацию, ты по ней делаешь то, что тебе говорят. В этом проблема. То есть не ты разработчик этого продукта. И сегодня, если отбросить продовольственную продукцию, продовольственную продукцию, оставить только непродовольственную продукцию, то сегодня такой продукции, которая по чужим лекалам и так далее, это уже одна треть продукции. Уже одна треть продукции. А у нас есть и недовольская, образно говоря, мы, например, производим медицинские препараты. А на медицинские препараты мы всего производим двойное именование. Из всего перечня, чтобы было понятно. Остальное мы получаем будем говорить в больших химкостях и фасовик в блистеры. Скажем так, мы превратились из изготовителей фасовщиков. Ты помнишь поля, шалфея, лаванды, разных трав у нас было. Роза, мята. Я помню, огромные поля были. И помню, пчеловоды там кучковались. А сейчас получилось у нас только две позиции. Остальное мы работаем как фасовщики. Это вся наша фармака. Наша фармака – это фасовщики. Да, да, да. Не только фармака. Зато цены в аптеках мамочки мои в разы превышают закордонные. С лекарствами там вообще система запредельная. Чтобы понимали телезрители, сегодня в мире зарегистрировано 300 миллионов лекарств. Примерно, да. В Евросоюзе 100 миллионов. Значит, из этих 100 миллионов, поскольку, чтобы каждая страна не сертифицировала лекарства, чтобы каждая страна не сертифицировала лекарства, они сделали единую систему сертификации. На этом экономят сотни миллионов евро. Что делаем мы? Цифры, обратите внимание, 100 миллионов, да, в Евросоюзе. У нас на сегодняшний день в каталоге реально примерно на тысячи лекарств. Всего. То есть, очень многих лекарств у нас просто нет. И для того, чтобы я зарегистрировал лекарства из Евросоюза, да, когда у нас нет ни приборов, проверителей лекарств, ничего, я должен заплатить. Ни базы никакой. 5 миллиграмм. А если я еще хочу и 10 миллиграмм, то за каждую дополнительную поскольку там 10, 15, 20, я должен платить еще по 9 с хвостиком. Это все себестоимость. И теперь они почти дальше. Они поняли, что лекарства это мало, они наживаются здесь, потому что надо такой пакет документов для сертификации представить. Теперь они говорят, надо шприцы, теперь надо вату, дождицы. Понятно? Все медицинские аксессуары. Все это. И получается парадокс. У нас очень многие фирмы зарубежные сейчас уходят. Рынок вот такой, затраты большие. Кроме того, что ты сдал эту папку документов, ты должен еще и занести. Ну а как же? Понятно, потому что иначе не примут. Они да пошли с вашим делом. И поэтому сегодня есть кто сталкивается с серьезными проблемами, они вынуждены пытаться завести через своих знакомых из-за рубежа, но за рубежа очень сложно завести, потому что многие не берутся везти лекарства через границу, потому что это можно попасть под таможенную разборку. Это типа все равно, что наркоту возить. Да, попробуй потом доказать, что ты не верблют. Когда ты видишь 3-5 таблеток, тебе дают. И другой чемодан. Ну не чемодан, хотя бы 3-4. И чемоданы кто надо везет. Да, 3-4 упаковки допустим везет, уже может возникнуть проблемы от тебя на таможне. Миш, и вопрос тогда возникает. Что делать? Помнишь, классический вопрос, что делать? Нет, а делать здесь ничего. Нет, я не про это только медицину. Нет, про все, я про это говорю. Вот я слышал, это самое, слухами земля помнится, что Игорелова, Лена, и ты, вы участвуете, и другие участвуете в разработке некоторого нового подхода, некой попытки возродить как-то экономику. У нас осталось всего несколько минут. В двух словах, по каким путям надо пройти? Есть программа развития Молдовы на молдавском и русском языке. Публикован на сайте социалистов партии социалистов на 17-20-е годы, где детально расписана ситуация во всех секторах экономики. Разрабатывала ваша группа, да? Да, да, да. Значит, страна должна знать своих героев. Да, но тут важно, какой момент принципиальный. Дело в том, что сегодня, по сути дела, у партии социалистов нет, вы же видите, любой шаг бьют по рукам и блокируют и так далее. Но в принципе, как в любом деле, вот есть сорт на полу, его надо убрать. Кто-то увидел Несуна, его надо остановить. Как на любом предприятии, здесь масса проблем. Я просто приведу один пример, который, то есть у нас выстроены коррупционные пирамиды, все о них знают, не только мы вместе. Вот я привожу пример. Есть стратегия развития внутренней торговли до 2020 года и утвердил или постановлением правительства, то есть это не я утвердил, в 2014 году, где записано, что у нас сегодня 35-50% рынка нефтепродуктов в черную. С тех пор, с 2014 года, количество автомобилей выросло, а импорт нефтепродуктов остался на том же уровне. А это в черный ходит миллиард долларов, чтобы было понятно. Это тот же украденный у нас миллиард, только по-хитрому. Да, да, да. Хорошо. Еще один. Спасибо. К сожалению, у нас заканчивается передача. Два слова для наших дорогих соотечеств. Чтобы не вешали носа, гордимарины. И скажи, веруешь ты в то, что мы способны строить? А другого у нас пути нет. Другого пути. У нас просто другого пути нет. Отличный. Отличный ответ. Дорогие соотечественники, дорогие телезрители, у нас в гостях был Михаил Посик. И видите, что он сказал? Он сказал то, что когда-то сказала Маргарет Тэшер по другому поводу. There is no alternatives. По-другому быть не может будущее за нами. И несмотря на все эти глупости и на все эти оценки и наши рейтинги международные, мы все равно способны пробиться. Мы все равно способны активизировать нашу экономику. Мы обязаны это сделать. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Порщевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok